Масштабы растут. Военно-патриотический диктант в прошлом году впервые написали в авангарде. Тогда участниками акции стали более 200 человек. В этот раз старт дали на ВДНХ в рамках международной выставки форума «Россия». Это очень масштабное мероприятие. В нем участвует очень много регионов из нашей страны. И меня это очень поразило, потому что даже если те, кто не смог сегодня приехать на ВДНХ, они смогли поучаствовать в этом онлайн. София, как и другие юнормейцы, специально приехала из Твери в Москву, чтобы написать диктант. И это того стоило. Более ста человек только в зале. Прямые трансляции из российских школ. Многие присоединились онлайн. Участникам предстояло ответить на 50 вопросов за 60 минут. В этом году формат заданий изменился. Стали интереснее из-за того, что они внедряют не только старые вопросы, но и вопросы, которые касаются нашего времени. Например, проспецоперацию на Украине и так далее. Постаралась ответить на все вопросы, как и в прошлом году, говорит постоянная участница акции. Начали с простого. Сколько субъектов Российской Федерации. Перешли к темам Второй мировой, историческим личностям, событиям в культуре, литературе, музыке. Никаких гаджетов, списываний и подсказок. Только собственные знания. Над заданиями трудилась рабочая группа в центре «Авангард» вместе с партнерами из других регионов страны. Все субъекты были включены в эту работу. Большое количество высших учебных заведений, гражданских, высших военных учебных заведений. Каждый вопрос проходил экспертную проверку. Итак, на стенде 50-й вопрос. Финально я тоже решила проверить свои знания. И задания показались достаточно сложными. Кроме вопросов из школьной программы, много заданий из современной истории. Специфическими показались задания на музыкальную тематику. И особенно интересно было выполнять видеозадания. Помнить о прошлом, понимать настоящее, не допустить фальсификации истории, закалить характер в преодолении препятствий – главные цели патриотической акции, говорят организаторы. Не остались сторонними наблюдателями и почетные гости. Сегодня замечательный был диктант. Я в нем поучаствовала. Но бюллетень уж унесла с собой. Я буду работать. Мое впечатление очень неоднозначное в контексте сложности. Но было неровно и неожиданно. Когда были по обществознанию вопросы, я как юрист расслаблялся. Когда про военных корреспондентов, я как невоенный корреспондент очень сильно напрягался. Но в целом интересно, как и ожидалось, большое многообразие, что подчеркивает то, что действительно нужно готовиться. Мне кажется, это не только мне, а многим участникам подсветило какие-то большие пробелы. Итоги патриотического диктанта подведут 12 декабря. А пока все желающие еще могут проверить свои знания онлайн. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова